Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня, как вы уже поняли, будет у нас прогулка по магазину Лента. Ездила я туда вместе со своим старшим сыночком, и закупка будет уже в следующем видео. Увидела на входе вот такую осьминогу, и так мне понравилось, девочки. Ну, зачем он мне? И стоит еще, считайте, 2000 почти. Это будет игрушка для моей собаки младшей. Но я не купила никакую мягкую игрушку. Скажу сразу, ну, осьминожек вообще прикольный, да? Можно использовать его как подушечку под голову. В общем, гуляем по магазину. Вот я здесь иду за пеленками для собачки своей Джуси. Она у меня ходит, ну, и на улицу, и дома, потому что я, бывает, оставляю ее на полдня дома, а она маленькая. И ей, конечно же, не выдержать целый день, плюс она еще года нет. Вот, различные акции тут на Ленор, как всегда. Вот, зубные пасты тоже по акции есть некоторые. Вот, решила взять вот такой колгет. Я иногда беру колгет, и вообще у меня муж очень любит тарелочки. Но я ничего не взяла, потому что у меня и так достаточно, достаточно большая была закупка. Хотя я поехала, мне нужно было купить кофе и картошку. Вот, вот такие вот еще формочки. Кто-нибудь брал такие? Есть у вас у кого-нибудь такие формы? Мне показались они какими-то тонкими, не знаю, слишком. Я очень люблю такие, знаете, керамические толстостенные формы. Они, в них очень классно все пропекается. Не знаю, вот, кастрюльки тут всякие разные, сковородочки. В общем, все как всегда. Вот, но посуда стала появляться в ленте. Вот она, кстати, осенью часто очень на распродаже. Я вижу в ленте ее. Вот, в общем, ходим с сыночком. Все самое важное. Конечно же, вот эти влажные салфетки, именно вот эти, не 365 дней, а под маркой ленты я очень люблю. Беру в основном вот эти универсальные. Они у меня для всего и для уборки, и для всего остального. А антибактериальные я чаще всего беру в машину, вот, там, руки или что-то такое, вот. И они мне очень нравятся. Они недорогие, и при этом очень классно работают. Также убираться с ними очень удобно, не оставляют разводы. Ну, туалетная бумага, я ее беру вообще, мне кажется, при каждом посещении магазина. Мне все время кажется, что она у меня заканчивается. В общем, постоянно беру. Акция на кофе с Жардин. Только была моего любимого кофе на акции, не было. Причем, смотрите, 598 рублей, это только в черной упаковке. А в тех упаковках я посмотрела там по 700 рублей, по 800. Мои любимые таблетки для посудомойки. И, конечно же, гречка марка Мистрали. Я ее очень люблю. И постоянно крупы стараюсь брать именно этой марки. На некоторые позиции макарон тоже были акции. И фрукты 79 рублей хурма. Я посмотрела эту хурму. Она такая, ну, то есть, ну, как бы такая вяжущая, наверное, будет. То есть зеленая хурма. Я знаю, ее можно положить в морозильную камеру, да, и потом достать. И она уже не будет так сильно такая вяжущая, да, вот такая. Но что-то я не стала ее брать. Вот, акция на еще куриную грудку, вот эту петеленка, и индейку. Но меня больше интересовала индейка, потому что по акции в ленте она бывает очень-очень дешевая, скажем так. По 18 рублей были арбузы, но мы их не стали брать. Вообще уже как-то, знаете, наелись арбузами, дынями. И уже как-то вот уже ничего не надо. Ну, и здесь мясо свининка, карбонат был тоже по акции. Тоже, конечно же, кусочек взяла. Но в следующей закупке вы увидите. Я вот такой прям большущий кусок взяла сразу. Вот здесь вот как раз отделался всякой выпечкой, всякой кулинарией, правильно сказать. Лепешка из тандыра не работала, слава богу. Но я нашла себе замену. Взяла другую лепешку, как всегда. Да, вообще выпечка у ленты очень вкусная. Но в этом-то и подвох, что она очень вкусная. Ее можно много съесть. Вот такую, кстати, там взяла лепешку вот эту. Она называется царская. Ой, слушайте, она вообще обалденная. Просто нечто, конечно. Очень понравилось. Это просто, ну, как бы булочка такая дрожжевая, наверное, тесто. Вот, очень вкусная. И еще меня привлекла вот такая булка. Тоже уж очень аппетитно она выглядела. Вот, и решила ее взять 95 рублей. Не дешево, я бы так сказала. Но она, в принципе, достаточно объемная и с тыквенными семечками, да, насколько я поняла. Вот, так что, в общем, как всегда, набрала всего, девочки. Ну, это просто, я не знаю, я не могу туда зайти, купить там кофе и там еще что-то, да, и уйти. Мне все надо, все. Ну, благо я такой человек, я не выбрасываю еду совсем. Я, то есть, слежу за тем, что я покупаю. Ну, то, что у меня хранится дома, обязательно смотрю срок годности и, ну, как бы, вот, не портится. Сосиски, сардельки, они всегда здесь по акции лежат. Просто разные марки по акции идут. Вот, хотели такие с сыром взять, потом передумали, решили взять с горчицей. Вкусные очень сосиски, вот, в закупке вы увидите их, они действительно, ну, советую, если увидите такие с горчицы, они такие остренькие. Можно вообще без соуса, без всего кушать прикольные. Вот, ну, сардельки, сосиски, да, вот папа может, кстати, постоянно на акции, вот сколько я вижу. И, ну, здесь вот всякие тоже йогурты какие-то по акции. Сейчас активия обычные по акции по 33 рубля, там, по-моему, что-то такое. Но мы пришли вот за этим чудо с печеньями, очень вкусная сметанку, конечно же, я взяла. Хотя я больше в последнее время люблю покупать в мясном магазине на развес. Но вот тут решила, раз уж, раз уж я приехала, раз уж такая пошла пьянка, что называется, да, то надо взять. В общем, как всегда, все увидела тут и сливки по акции, вот эти вот Питмол. Кстати, мне Питмол нравятся сливки, хотя я и лентовские сливки покупала, они тоже хорошие. Но вот Питмол, они вообще очень классные. Вот эти 33%, которые рядышком стоят, видите, в красной такой упаковке, я часто беру на крем для Наполеона. Он получается прям вообще нереально вкусный. Вот, молочные продукты, молоко, вот это всегда беру, ну, то, на которое акция по 131 рублю. Вот это, ну, в общем, я так же, как и многие, наверное, прохожусь в основном по акциям. В принципе, молоко просто так не пьем, потому что не любим, поэтому для нас не имеет смысла вообще разницы, да, скажем так, какое именно. Нравятся мне вологодские молочные продукты, поэтому вот взяла масло. Вкусноте его тоже масло люблю, но вот как-то вологодское, как-то, не знаю, больше, что ли, стало мне нравиться. Ну, и здесь, конечно, вот это вот все сладости, печенье, это, конечно, нечто. Я хотела взять вот те, которые ниже, но сын меня опередил и в итоге взял вот эти орешки со сгущенкой. Хотя я, бывает, и сама их выпекаю, но у меня такие формочки не очень удобные. В общем, видите, я хотела вот такое печенье. А он взял, опередил меня, пока мама там вытаскивает. Уже взял то, что нужно. Полная тележка у нас, все как обычно. Вот, и еще увидела вот такой шоколад. Так же ле, что не взяла его попробовать, Рафаэлла. Стоит он 179 рублей при покупке 4 штук. А так без карты 210 рублей шоколадка. Мне бы казалось, это очень дорого. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Но, в общем, не взяла. И Феррера Роше тоже. Ну, и здесь мы уже на кассе. Ну, как всегда, короче, я, как всегда, девочки. Куча денег, целая тележка. В общем, мы с ним. Вот мы приехали домой. Девочки, уже отсняла вам. Девчули мои проверили все, да? Мои все проверили, девочки. Умнички мои. Все, вот так, обнимашки такие. Вот такой у меня бедлам, когда я снимаю. Вот. Сейчас буду все разбирать. Сейчас буду все разбирать, раскладывать, рассортировывать и так далее. В общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Смотрите следующее видео. Оно будет непосредственно с самой закупкой. Ну, я, как всегда, оставила много денег там. Как всегда. Вот. Так что всех люблю, целую и до новых встреч.